Всем привет ребята! Начинаем цикл передач 2023 года и я думаю сейчас сразу с корабля на бал. Начнем с обзора вот этого вот Камарика, Chevrolet Camaro ZL1, что-то там 1LE, никак не запомню его название. Я специально даже не готовился, просто покажу, не готовился в том плане, что ничего не знаю про этот Камаро, но просто покажу насколько он красивый. Вот и в конце посмотрим, это у нас сейчас шасси MR03, посмотрим немножечко на возможности вот этих вот пультов. Очень интересные, скажем так, по характеристикам пульты. Я все никак не сниму там обзорную всю вам экскурсию по всем аппаратурам, ну да и ладно. Начнем собственно с Камарика. Камарик мне очень понравился, очень злой у него взгляд, вообще прикольный. Я еще на распаковке показывал, рассказывал, что у него здесь капот в два цвета сразу покрашен, то есть здесь у нас эта часть получается черная матовая и в центре черный глянец, такая нахлобучка на капоте, то есть охлаждение там, отвод или впуск. Все-таки я так, я очень надеюсь, что там V8 в оригинале стоит, потому что в последних поколениях Камаро ставили почему-то, ну мы знаем почему, в общем ставили двушку Turbo GM-овскую, которой там 100 лет она еще в апелях стояла, эта двушка. Здесь очень агрессивная внешность, в глянец покрашена решетка, сделали даже, я очень надеюсь, что вам будет видно, сделали буксировочную вот здесь петлю, вот канарды, очень понравились канарды, потому что сплиттер у нас идет тоже получается в глянце, канарды покрашены, вот надеюсь видно, канарды покрашены, получается в матовый цвет, далее у нас идет вот такой металлик, офигенный цвет просто, у меня естественно не хватает словарного запаса, чтобы описать красоту, он такой серо-голубоватый графитный какой-то цвет, а в пороге у нас черный глянец, диски, ну как диски, честно говоря, как бы обычные, скажем так, то есть цвет все спрятал, на самом деле я уверен, что они красивые, но цвет все спрятал, вот и дальше задняя оптика, шикарнейшая оптика, тут наклейка ZL1, выхлоп раздвоенный, Chevrolet, значок Chevrolet, спойлер, прикольный очень спойлер, кстати, ну и вообще вся моделька такая угловатая, агрессивная очень, очень красиво выглядит, прикольно на самом деле, тонировка обычная, черная, полупрозрачная, там как видите внутри, я надеюсь видно, что очень много проводки, потому что здесь свет стоит в этой модели, и крыша, крыша у нас с таким ребром жесткости, очень прикольно сделана, ну по красоте, в общем-то, ну очень агрессивный, на самом деле я думаю, он-то и в оригинале агрессивно выглядит, вот, предыдущее поколение Камара были такие, можно сказать, попроще, да, условно говоря, этот Камарик, особенно, что касательно там после Трансформеров, после Бамблби, Камарик, скажем так, вернул себе свою славу, хотя изначально поколение все Камара, это со платформы Nick Firebird, вот, то есть, ну, GM там свои мутки мутили, потрясающе выглядит эта машина, вообще, как всегда, у меня слов не хватает, так, теперь, собственно, по аппаратуре посмотрим, я думаю, красоту машины, если что, можно и на фотографиях оценить, ну и так вот, пусть покрутится, по вот этим аппаратурам, это у нас на сегодняшний день последнее, пока что актуальное поколение аппаратуры, и здесь есть у нас, собственно, крутилка 4 канала, первое, что мне нравится в этой аппаратуре, то, что здесь уже 4 батарейки получаются такие же, как в самой мини-зетке стоят, это очень удобно, очень классно, на самом деле, потому что ты, получается, покупаешь 8 одинаковых батареек, либо аккумуляторов, как в данном случае, да, и все, все готово, ничего не надо думать, ничего не надо помнить, вот, неплохое колесо, но не об этом речь, так, вот я включаю, сейчас мы включим модельку, собственно, есть, и вот у нас уже работает свет, свет работает сейчас в режиме вот таком, просто габариты, просто габариты, ну, либо ближний свет, и в моих видео, я думаю, вы уже, кто смотрит часто, я думаю, вы уже видели, что свет у нас на моделях иногда работает в разных режимах, как это обеспечивается, я, получается, сейчас буду крутить 4 канал, собственно, вот, 4 же, да, ну, в теории он-то 3 вообще-то, ну, да ладно, вот, я кручу 4 канал, и вот, меняются режимы, те, у кого есть MR03, да, вот, MR03 поколение, те прекрасно знают, как этот цвет работает, мне тоже это очень нравится, то есть, сейчас вот такое мигание, обычное, да, и получается, вот, накручиваем, 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 ускоряется тут стробоскоп, можно ставить вот примерно здесь, на режиме стробоскопа, я надеюсь, что вам видно, ну, там слепит, наверное, режим стробоскопа и режим обычного света, Вот, сзади у нас просто получается, вот мы едем, допустим, условно, да, там работает стробоскоп Сзади работает просто вот так То есть едем, стоп, стоп всегда забирается На задний ход не реагирует, но стопы есть, и это отлично И это, повторяюсь, это фишка, очень прикольно, очень удобно, это фишка заводская Вот такой можно стробоскоп включить, да блин, он слепит просто нереально Либо вот такой в режиме аварийки, сзади у нас обычный свет, спереди вот такой Минусы тоже есть у этого света, ну небольшой такой минус, что у нас всего по два светодиода спереди и сзади Не совсем это круто, конечно, ну потому что, допустим, это уже Камара или там у Челленджера, вот был Челленджер, да, если помните на обзоре Там больше модулей, да здесь даже сзади два модуля, а светодиод, то есть четыре модуля, а светодиода только два Вот, ну и ладно, не страшно, но так, я вот так вот сделаю, не знаю, видно там что-то или не видно Ну, собственно, вот эта фишка по поводу света в MR03, которую я хотел показать Так, база у нас тут, наверное, 98, если не больше, да, моторама ММ По моторамам и по всем, блин, как он круто светит, а В общем, по моторамам и по всем, собственно, там шасси вы у меня на канале найдете видосы, этого достаточно Ну, а я вот хотел показать на примере этого очень красивого Камара, что вот такой свет кошки сделали достаточно давно Он продается отдельно, он просто втыкается в плату Вот, сейчас я выключу и покажу вам Все-таки, раз мы уже здесь собрались ради этого, да, я не знаю Так, и вот, собственно, свет, он втыкается просто в плату, да, в разъем, у нас разъем 4-х пиновый Вот, а соседний 3-х пиновый, вот здесь, очень надеюсь, что будет видно Сейчас покажу, значит, вот 4-х пиновый разъем, это свет 3-х пиновый разъем, это у нас гироскоп Соответственно, гироскоп сюда подключаем, накидываем его на машину, все, и гироскоп у нас есть Тоже управляется, кстати, с пульта гироскоп Я не помню только каким каналом, ну, каким-то из них, в общем Вот, и, собственно, вот это все, вот, то есть, это у нас, получается, самое актуальное Одно из актуальных поколений, да, РВДшное Здесь свет идет штатно Вот, ну, в принципе, это все, наверное, что я хотел вам сказать Свет классный, машина крутая Очень крутой автомобиль И с этим эффектом, эффектным, скажем так, световым оформлением вообще круто Так, ну, у меня на этом все, наверное, будем прощаться Всем желаю таких автомобилей, всем мир, всем пока